Добрый день, друзья! С вами Сергей Строкань, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. Сегодня мы поговорим о главном событии года, итогах президентских выборов в Азербайджане, проходивших в условиях беспрецедентной консолидации общества на фоне турбулентности в отношениях с Западом. Итак, досрочные президентские выборы в Азербайджане, в ходе которых переизбранный на пятый срок Ильхам Алиев побил рекорд собственной популярности, заручившись поддержкой более чем 92% избирателей, закончились предсказуемым результатом. И хотя это был тот самый случай в мировой электоральной практике, когда победитель всем был известен заранее, голосование 7 февраля стало моментом истины для всех. И для друзей и союзников Азербайджана, и для его недругов. Сами же выборы и реакция на их результаты, которая в эти дни продолжает поступать в режиме реального времени, по мере осмысления начала новополитического цикла в жизни страны, показали кто есть кто не только в Азербайджане, но и за его пределами. Кто и как представляет сегодня роль Ильха Алиева, и возглавляемая им страны на Южном Кавказе далеко за ее пределами. В поздравительной телеграмме, которую он направил азербайджанскому лидеру, президент России Владимир Путин назвал результаты выборов выражением всенародной поддержки политики ускоренного социально-экономического развития Азербайджана и укрепления его позиций на мировой арене, проводимой Ильхамом Алиевым. А также еще одним подтверждением его высокого политического авторитета. Это, конечно, главный тезис, это квинтэссенция смысла, которая, впрочем, конечно же, нуждается в аналитическом осмыслении. Итак, друзья, на какие же аспекты следует обратить особое внимание? Во-первых, выборы эти были внеочередны, проходившие более чем на год раньше запланированного срока. Изначально они должны были состояться, как вы знаете, в апреле 2025 года. Однако в декабре прошлого года Ильхам Алиев подписал указ о досрочных выборах, назвав голосование 7 февраля этого года отсчетом новой эпохи в жизни азербайджанского государства. Ну, ни для кого не секрет, что президентские выборы в Азербайджане традиционно представляли собой общенациональный акт подтверждения легитимности двух его лидеров последних десятилетий – Гейдара и Ильхама Алиевых. Тем не менее, президентские выборы этого года, в ходе которых Ильхам Алиев шел уже на пятый президентский срок, отличались от всех предыдущих выборов сразу по нескольким показателям. Ну, во-первых, впервые в истории азербайджанского государства президентские выборы проходили во всей стране, включая территорию прекратившего свое существование в сентябре прошлого года сепаратистского образования, так называемой непризнанной Нагорно-Карабахской республики. И вот этот оплот сепаратизма на протяжении трех десятилетий, бросавший вызов Баку, в итоге вошел в состав страны как Карабахский экономический район Азербайджана. Во-вторых, президентские выборы 2024 года проходили в условиях небывалой внутренней консолидации вокруг фигуры Ильхама Алиева, лидера правящей партии Ени Азербайджан. Зарегистрировавшихся кандидатами еще шестерых претендентов трудно назвать участниками президентской гонки, поскольку гонки ведь как таковой не было, не было ввиду отсутствия реальной конкуренции. Каждый президент, конечно же, имел возможность изложить свою программу во время бесплатного эфира на общественном телевидении и радио, а также на страницах официальных газет, но для других претендентов проблема была в том, что излагать им по большому счету было нечего, потому что для того, чтобы предложить альтернативную стратегию развития, нужно было бы для начала ее придумать, а потом сделать ее привлекательной для избирателей. Но вот что можно придумать в качестве альтернативы мирному воссоединению страны, в качестве альтернативы возвращения ее территории, решению проблемы беженцев в рамках программы «Великое переселение». Люди ведь в своей подавляющей массе хотят именно этого и ничего другого. И Ильхам Алиев национальный лидер, который в полной мере реализует именно этот запрос общества в своей политике. Вот этим, друзья, и объясняется тот заоблачный процент поддержки. Поддержки настоящей, а не нарисованной, не сфальсифицированной. Если же разбирать ситуацию еще более подробно, то вот это отсутствие конкуренции предопределили события последних лет, произошедшие между нынешними и предыдущими выборами. Итак, смотрите. Победа во Второй Карабахской войне осени 2020 года и последовавшие через три года после этого быстрый демонтаж сепаратистского образования НКР, которые удалось осуществить в течение одного дня, стали главными козырями действующего президента, гарантировавшими ему беспроблемное переизбрание. Побить эти козыри было просто невозможно никому. Но зачем тогда, спрашивается, понадобилось ускорять время и проводить голосование более чем на год ранее изначального срока. Ведь, конечно, все понимают, что Ильхам Алиев мог бы уверенно победить и победил бы и на выборах 2025 года. Тем не менее, форсировавший продление своих полномочий президент дал понять, что он намерен, как можно скорее, конвертировать вот эти дивиденды от военных успехов в достижение мирного переустройства, переустройства страны и региона, включающего, конечно, долгосрочное урегулирование с Арменией. И вот мандат на проведение такой политики на ближайшие 7 лет и был получен на выборах 7 февраля. Ну, конечно, и в то время, как в самих президентских выборах отсутствовал какой-либо драматизм, тем не менее оставался вопрос, а вот как будут интерпретированы итоги выборов в мире? Говорю это потому, что еще одной особенностью завершившихся президентских выборов в Азербайджане было то, что они, как вы знаете, проходили на фоне беспрецедентного гризиса в отношениях с парламентской ассамблеей Совета Европы ПАСЕ, наблюдатели которой приглашение в Азербайджан не получили. Почему? Приняв в октябре прошлого года, после демонтажа сепаратистского образования в Карабахе откровенно антиазербайджанскую резолюцию, ПАСЕ тем самым показала, что она не собирается быть объективным, беспристрастным арбитром на Южном Кавказе. Но если наблюдатели ПАСЕ поехали бы на выборы не наблюдать за ними, а затем, чтобы потом попытаться найти способ облить Азербайджан грязью, то спрашивают, зачем нужно было бы их приглашать. Вот их и не пригласили. Все очень логично, что ПАСЕ и что и пожнешь. Пусть в ПАСЕ об этом знают. Помимо ПАСЕ, приглашения для своих наблюдателей на выборы 7 февраля они получили также США и Евросоюз, также выступавшие с критикой действий Баку по демонтажу НКР и восстановлению территориальной целостности страны. И здесь, конечно, мотив отсутствия приглашения для них был все тот же. Вот зачем приглашать тех, кто готов был бы ехать в страну, не фиксировать происходящее, не наблюдать за выборами, а искать повод для продолжения пропагандистской войны против Баку. Ну, никому в Баку это не нужно. И вот в итоге, друзья, западная делегация наблюдателей на этих выборах была представлена группой из 280 членов краткосрочной миссии и 26 членов долгосрочной миссии ОБСЕ. И это, друзья, минимальный состав миссии ОБСЕ за всю историю наблюдения за выборами в Азербайджане. Ну, надо сказать, что миссия ОБСЕ оказалась верна своей давней традиции и все-таки она попыталась навести тень на плетень и выразить недовольство прошедшим голосованием. Давайте посмотрим, что же, однако, вот не понравилось вот этой организации, от прежней репутации которой сегодня мало что, будем так говорить, откровенно осталось. Итак, в заявлении ОБСЕ отмечается, что, цитирую, «хотя выборы были эффективно подготовлены, критические голоса и политические альтернативы в основном отсутствовали». Конец цитаты. По оценке главы группы краткосрочных наблюдателей ОБСЕ, хотя в избирательной кампании приняли участие еще шесть кандидатов, ни один из них убедительно не бросил вызов политике действующего президента. И вот в связи с этим ОБСЕ сокрушается, что избиратели остались без какой-либо реальной альтернативы. А вот, друзья, вот это и есть еще один момент истины, о котором я вначале говорил, а именно это сеанс саморазоблачения ОБСЕ, в ходе которого мы увидели злой умысел. Почему злой умысел? Ну только вдумайтесь. ОБСЕ недовольна тем, что никто не представил альтернативы политике мирного развития Азербайджана, никто не бросил вызов лидеру, который идет на досрочные выборы, чтобы твердо и последовательно продолжать эту политику в интересах всего народа. То есть ОБСЕ фактически выступила против социальной стабильности, против мирного развития Азербайджана, выбравшего свое будущее без подсказок извне. Ну, кроме того, наблюдатели ОБСЕ заявили о том, что они, цитирую, отметили существенные недостатки, связанные с вопросами тайны голосования, отсутствием гарантий против многократного голосования, признаками вброса бюллетеней. Конец цитаты. Но при этом, друзья, вот ни одного вообще ни единого примера нарушений конкретного найти не удалось. Мы ничего не услышали этого. И весьма вероятно, что эти оценки ОБСЕ, я так думаю, были написаны еще до выборов. Их просто привезли в Азербайджан, достали из компьютера и зачитали в нужный момент. Вот что это было за наблюдение. Итак, друзья, какой из этого можно сделать главный вывод? В Баку получили еще одну возможность увидеть, кто друзья Азербайджана. Смотри поздравительные телеграммы Алиеву и кто его неисправимые, именно неисправимые недруги. При этом, как выяснилось, без армии западных наблюдателей, вот в кавычках наблюдателей, вполне можно обойтись. Небо не упало на землю, выборы прошли, а легитимность их, несмотря на вот этот одинокий плевок ОБСЕ, не ставится под сомнение. Кто-то, возможно, хотел бы это сделать, но Азербайджан не дал для этого ни одной, ни единой зацепки. Главными же арбитрами стали наблюдатели от СНГ. И вот как заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, законодательство Азербайджанской республики претерпело изменения в сторону большей демократизации, в сторону учета интересов граждан и сегодня в полной мере отвечает интересам страны. Так что сбить Азербайджан с его нынешнего курса не получится ни в ближайшие 7 лет, ни после их истечения. Не получится ни у кого и никогда. Это был Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. До новых встреч, друзья. Редактор субтитров А.Семкин